после плотного вкусного обеда праздничного мы решили как всегда прогуляться звали всех с нами никто не захотел все решили посидеть на диванчике ну а семейство дюмонов решила как всегда прогуляться поэтому мы любим двигаться нужно двигаться у теплота мои спортивные мальчишки даже влад сказал пойду с вами ну пошли утром было прохладно сегодня вообще передавали грозу что будет очень такой пасмурный дождевый день но мы не расстроились и вышло солнышко поэтому а тут что-то строят все прекрасно а вы смотри как тротуары все переделали в нашей деревне почему в нашей потому что мы здесь будем жить потом наверное если что-то не изменится жизнь какая красивая витрина красивые открытки кто-то рисует выставку сделал свою мы решили дойти до здесь очень много у нас магазинчиков замка где был она была у нас свадьба сейчас уже закрыт разрушен кто-то называет замком кто-то называет домом где жил я рассказывал историю а давайте посмотрим цены сколько стоит в деревне сейчас найду деревню потому что это ронита рядом 658 тысяч евро вилла вилла большой дом 152 метра квадратных вот тоже 152 метра квадратных 633 тысячи а вот ламбеск 590 тысяч дом 300 квадратных метров что еще у нас здесь мирарг где работал свекор шатон мирарг 200 тысяч земля а вот кто-то спрашивал про землю землю 1002 метра это у нас трехкомнатная квартира 159 тысяч авенем это в городе а в ламбеске сколько а в ламбеске вообще мало здесь продают вот ламбеск старый какой-то дом 228 тысяч 229 почти тоже ценка на красивый дом большой миллион 149 тысяч а вот говорит надо нам сэкономить 2 миллиона 390 тысяч евро до дома провансе как вам ну да это дома 390 тысяч ламбеске тоже миллион 485 дом ламбеске 16 века вот такие цены у нас тут миллионы как в америке почти а вот уля или туфер мы смотрите какой как жалко как жалко весь хозяйка скорее всего умерла этого замка дома и вот про этот дом я рассказываю вот здесь живут привидения настоящие или фантом и и мэрия не выкупила все окна разрушены но знаете туда никто сильно не не старается а ван дюка мэмшери а он был продан я же вам говорила я забыла наверное будут реставрировать но вот молодежь который оттуда забиралась чтобы праздники произвели провести и ночь они не могли мы там оставаться там энергия страшная какая-то я рассказывала все нотре шато фотографии приятные воспоминания столько всего самое интересное сусоль шаритерапель самое интересное под землей кухня там все туле фенетера посмотрим что сделают так как это было выкуплено мы зашли в церковь триста девятнадцать лет когда церковь была закрыта после обеда и сегодня троица и церковь открыта и 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 Александр рассказывает служителю церкви, где находятся старинные могилы. Потому что историю этой церкви в архивах изучал Александр. И он знает каждое место в этой церкви, где кто был похоронен и какие могилы где располагались. И сейчас служителю церкви. Оказалось, что будет реставрация этой церкви, ее будут полностью-полностью восстанавливать. Здесь проходило крещение Владислава. Здесь проходит Рождество. И много всяких запретит. Продолжение следует... 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 Если будете в Ламбеске, обязательно посетите эту церковь, она открыта каждый день с 11 до пол первого и с двух часов до, если я не ошибаюсь, до пол четвертого. В воскресенье здесь проходит месса с 11 часов. Месса по-французски служения. Очень красивая церковь. Президент Франции хотел ее очень посетить. Обещал приехать. Она во время карантина не закрывалась. Проводили здесь служения. Единственное, ограничивали доступ большому количеству народу. Но, в принципе, она была всегда открыта. Ручная вышивка. И вот здесь священник Претер. Я вам уже показывала эту церковь, но сегодня мне хочется показать ее ближе. Продолжение следует... В attendении... Один. Продолжение следует가지고. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...